приветствую вас дорогие друзья с вами века на также приветствую новых моих подписчиков и новых гостей моего канала благодарю вас что вы зашли на мой канал с вами века на подписывайтесь на мой канал буду очень признательна за обратную связь нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить ничего интересного все контакты у меня под видео мои если вы хотите заказать какой-то расклад пожалуйста обращайтесь пишите заказывайте расклад я вам сделаю назначенное время расклад не вопрос сегодня я хочу показать такой расклад который делал уже очень много-много лет это называется маска очень интересный такой расклад достаточно познавательный особенно для тех кто встретил человека мужчину либо женщину сейчас может подключиться к этому раскладу любой человек любого полка говорит посмотреть своего партнера достаточно для этого имя вспомнить цвет глаз я всегда рекомендую желательно глаза это зеркало души и последний вашу встречу что было вот эту обстановку вспомнить либо просто можете посмотреть как выглядит этот расклад и дальнейшем его для себя заказать расклад покажет истинные намерения человека который находится рядом с вами хотя бывает так что люди встречаются достаточно уже прилично но никак вот непонятно что же человек все таки что же от него задождать стоит ли вообще продолжать отношения либо стоит начинать ли с кем-то отношения строить ли эти отношения какой-то либо какое-то общее дело даже кстати на бизнес можно смотреть даже любовные отношения или дружбу например да поэтому вот сейчас из вас может каждый подключиться к этой ситуации со своим именно партнером мужчины либо женщина и я вот сейчас покажу как в принципе выглядит этот расклад какие будут у нас карты лежать какое направление этого расклада и сразу все поймете так что давайте наверное приступим итак расклад называется маска приоткрываем завесу души и личности сути вообще такого человека на которого мы например будем смотреть еще раз повторяю кто хочет подключайтесь обязательно вспоминайте свою мужчину либо женщину либо партнера время еще пока есть кто-то просто можете посмотреть итак что же из себя на самом деле представляет этот человек далее что он думает о вас какие у него намерения какие планы что у него на душе либо в голове мы здесь можем кстати видеть все что угодно сейчас как он преподносит свои намерения что вы видите на самом деле да что же происходит как он себя ведет может вы чего-то не замечаете может он преподносит как говорится себя таким образом что у вас совершенно разные оценки с разных сторон он-то хочет одно на самом деле а вы-то видите другое то что сейчас будет очень интересная карта что положить либо негативного он может вам принести в будущем что от него вот какой вообще энергия вокруг него это тоже посмотрим что может показать еще один интересный вопрос способен ли такой человек на подлость можно ли подвести предать будущем если такая вот у человека нотка такая вот в душе потому что как правило люди что из себя представляют так могут повестись другим человеком вот есть такие люди есть люди как бы принципе не представляют что можно кому-то подло сделать либо придать люди такой повышенной ответственность и ответственностью чувство справедливости а и некоторым бывает очень все равно честно говоря вот еще вот эта карта рядышком сейчас ляжет несет ли на какую-то опасность серьезную это подлость эта карта вот подлость а это опасность бывает люди потенциально опасны и может быть какое-то заболевание у человека да может быть какие-то скрытые мотивы тоже посмотрим что покажет карты не несет опасности значит не несет потому что бывает такая любовь и и не замечают в розовых очках ничего а там может быть скрываться очень страшная вещь вчера я кстати делала расклад вообще дьявол вышел она хочет его принять мужчину этого а там просто очень страшные вещи но сейчас я не буду об этом говорить я потому что своих клиентов не открываю имена не фамилия так далее как можно вести себя по отношению к этому человеку но перспективы что же все таки если вы решите продолжать с этим человек вести какие-то дела либо любовные отношения посмотрим перспективы что они нам покажут и так сейчас я открываю весь расклад так не будет лучше понятно течение всего расклада его энергию этого расклада сейчас мы поймем открываем просто все карты вижу я уже только пока в нем два судьбоносных аркана вижу так далее сейчас минуту я беру для того чтобы мне знаете как яблочко катается по тарелочке да и появляется такой образ происходящего ну давайте начнем что из себя представляет этот человек этот человек возможно это аркан умеренности да возможно не то что возможно но и все-таки точно сейчас мы смотрим на человека которого либо вы загадали либо я просто показываю потому что когда вы появляетесь до в каком-то месте да и вас созревает какой-то вопрос и вы с ним ходите не знаете для чего просто и объяснять для чего нужно подключаться к раскладам и вы не знаете где бы посмотреть эту информацию и вот вы зашли на мой канал и увидали этот расклад и вы думаете ну сейчас вот можно посмотреть да что же все таки покажет это знак каком-то роде что есть обстоятельства человек человек неспешный достаточно это аркан умеренности он не любит открывать все сразу все свои потайные дверцы он не торопится он этот человек вот поэтому аркан и сразу говорю он наоборот хочет вас рассмотреть ему более вы интересны есть люди дайте с первого дня рассказывать все про себя все свои тайные такие комнаты открывать все свои сердечные тайны все свое прошлое это не тот человек человек будет медлительно строить отношения и будет более изучать у вас чем себя что он думать его намерение его намерен достаточно стабильно по королю пентакли король пентакли чек достаточно серьезные и уже исходя из первой картами четко понимаем что если человек не торопится не спешит он тщательно все обдумывает я так вижу что намерению достаточно вот на данный момент достаточно серьезные король пентакли не тот человек который действительно будет строить какие-то планы на будущее чтобы не прожить какие-то ситуации конечно не будет торопиться будет рассматривать но он будет пристально вас рассматривать изучать с разных сторон делать какие-то выводы и анализировать ваше поведение по всей миссии получает что вы его анализируете он анализирует вас как преподносит свои вот намерения вам по третьей карте я смотрю здесь я не вижу девяточку пентакли женщина намерение вижу это человек может преподносить что он самостоятельный человек и более я могу склоняться здесь к тому что его слово должно быть более весомым чем ваше его намерение он по всей видимости хочет сам управлять этими отношениями потому что в этого человека есть опыт за плечами он многое видел многое знает ему бы хотелось конечно если что-то начинать начать первому либо показать какие-то свою свой опыт свое умение если это в любви то он будет доминирующим в интимных отношениях в постели до где-то что-то куда-то поехать что-то на отдых если вы поедете этим человеком он сам будет распоряжаться там даже в отеле будет всеми делами заведовать до бытом например да чтобы женщина при таком человеке как бы ничего не испытывала либо мужчина там с девушкой либо женщиной в общем во всех отношениях человек будет брать инициативу в свои руки и он так преподносит свое намерение что ты будешь со мной как за каменной стеной но может этого не говорить но уже так как это не высший аркан это карта достаточно низкого порядка девятка но это достижение что человек уверен в себе и будет приносить свои намерения таким образом чтобы вы не чувствовали себя рядом с ним каком-то испуганном таком виде что вы испугались что что-то сомневаетесь вот посмотрим что дальше конечно будет но вот пока человек медлительный достаточно вас изучает и хотелось бы чтобы было как он хочет таким образом несет либо что-то он положительного либо негативного в эти отношения ну я бы не сказала что что-то несет положительного негативного здесь карта достаточно такая что у него есть какие-то проблемы эти проблемы если рассматривать негативно ключи конечно это не положительная карта это мечевая масть если рассматривать с этой точки зрения я боюсь что его проблемы могут коснуться и вас он их решает и по всей видимости и своего опыта он их уже наелся этих проблем и какие-то хвосты у него остались и я вижу что это единственное что пока есть какие проблемы от его личные проблемы и если какие-то отношения то на эти отношения проблемы будут влиять если ты на бизнес например там кто-то смотрит да и либо там на работу то это будет мешать бизнесу работе если это на любовь то негативные эмоции то что будут негативные влияние того что мужчина может отдаляться куда-то исчезать решать свой вопрос они будут вопросы тянуть будет брать на раздумья и также можем еще говорить по первой карте по умеренности что мужчина действительно не может быстро решать какие-то проблемы не хочет он действительно будет вас изучать и будет уходить тайм-аут вот это единственный негатив который я вижу это будет какой-то тайм-аут который вас будет вводить в шок либо в заблуждение почему же он молчит почему что-то не говорит найти как мужчины говорят вот пока ты женщины бегаешь рвешь то волосы на голове кричишь там плачешь да если создается какая-то проблема я как мужик сижу думаю это не значит что я ничего не делаю я сижу и думаю как решить проблему а ты теряешь своим плачем слезами время на ветер возможно это будет даже как и второй вариант но здесь уже не негативно я просто как вот говорю хочу сказать как делают мужчины возможно мужчин удаляться решать ваши проблемы либо свои проблемы но когда что-то будет происходить он просто будет молчаливую такую вот нишу уходите и вы будете думать что же такое происходит это единственно негатив который вам будет заставлять неудобства способны ли но подлость относительно вас аркан повешенного я так могу по этой карте сказать только одно что человек не способен на подлость почему потому что на своей жизни эту карту кстати все трактуют по-разному своей жизни человек прошел по всей видимости очень много негативных таких проявлений что судьба могла его согнуть просто в рог таким образом и у него есть такое твердое решение у него на это есть свое твердое мнение что нужно жить как живешь ты сам у него и свои принципы этого человека и если по подлости говорить да то он может конечно поступить по своим принципам как ему нужно он может просто единственно подлость может заключаться в том что это упертый человек как правило такое думающий человек может и видели по старым картам если только подлость может заключаться в том еще раз повторяю что он может поступить таким образом так как вы не хотите а женщины либо мужчины ну как в паре бывает обычно считает за подлость то что человек не хочет воспринимать это так как воспринимаешь ты и здесь единственную подлость мы можем рассматривать еще раз повторяю в том что человек будет упрямо действовать идти своему по своему курсу в этих отношениях а уж подлость либо это нет потому что карты подлости здесь честно говоря не вижу есть никаких мечевых мастей совершенно нет это плохие масть я вижу просто упёртость определенные что человек дать наелся за свою жизнь уже всего и решил просто вести свою линию жизни он не будет он не обладает стадным чувством вам так говорить понимаете да про что я говорю далее несет ли он серьезную опасность здесь по поводу опасности может быть как сказать карты здесь только опасность вот смотрю на этого рыцаря до рыцаря мечей кулки и выражение может сказать вашу сторону он же принципиальный будет ревновать вот такая опасность а ревность это очень опасно если честно в ревности происходит всякие неоспоримые вещи из-за ревности мужчина может пойти на все вот это единственное потому что вы можете не совпадать с его личными как говорится амбициями рыцарь это такой человек который ревнивый который может действительно скорбить может унизить может нанести какой-то такое упреждающий удар это единственная опасность здесь нужно в отношении быть поаккуратней и не провоцировать ситуацию тоже человек достаточно серьезный всему это вот у нас видно как вам вести в отношении с этим человеком интересная карта пятерка жезлов я здесь показываю только одно могу сказать сохраняйте свое чувство достоинства оспаривайте свои как сказать границы поставьте сразу перед этим человеком свои границы если вы хотите с ним вместе жить либо продолжать какое-то дело либо строить отношения вам сразу нужно поставить противовес либо этот человек у вас своим авторитетом своим образом жизни может задавить либо может вас лишить своей самооценки ваша самооценка может упасть тоже здесь по всему расклада вижу очень большое давление у человека и он не сильно будет считаться с вашими интересами поэтому нужно оспаривать нас первых дней сразу нужно оспаривать эти отношения даже ступать какие-то ситуации и чем длительнее это будет происходить тем больше вы свой авторитет можете выработать этих отношениях обязательно знаете как говорят сбьют подносчики подставляем другую это не этот вариант есть просто смело отстаивайте свои интересы свое место под солнцем обязательно чем все это закончится перспективы что это несет это несет кстати очень хорошие вам подарок от судьбы если хорошенько рассмотрите этого человека если вы примете его какие-то условия но из себя говорится не уронить ее глазах вам судьба преподносит хороший шанс в будущем в принципе вот видите такая карта здесь рука судьбы чашу человеку подает это очень хорошие предзнаменование очень хороший знак она показывает присмотрись к этому человеку человек неплохой просто немножко сложный и с этим надо поработать вот такой расклад я вам показал называется маска и поэтому если встретили человека не знаете что с этим делать с этим человеком как строить отношения могу вам сделать такой расклад мы посмотрим тем более еще смотрю по датам рождения смотрю по миссии человека что человек из себя значит для чего он родился для чего он пришел на этот свет его черты характера истинные если он свою миссию не выполняет соответственно может пойти по низкому пути как назвать черный путь либо позитивный белый путь но это я потом на консультациях объясняю смотрю также на определенную ловушку определенная ловушка чем страшно что люди попадают в этот круг очень вполне достаточно очень странным образом люди просто идут по судьбе и сваливаются определенную яму а на самом деле у них другие мужчины и женщины в жонах и мужья должны быть но люди найти как вот делают яму медведю вот они идут лапником прикрывать люди просто падают вот я по датам рождения смотрю люди просто падают эту яму оказывает и яме сначала смотревшись темной яме они очень рады что другу встретили свой горький мед но потом как на пороховой бочке происходит взрыв и начинается нечто и если люди вырвутся с этой ямы только с куском мяса и все поэтому сразу говорю проверяйте друг друга на вот эту яму я не буду сейчас открывает свой секрет как это смотрю но многие говорят и вместе в ройс и разошлись не как вот это она есть вот стояла это очень опасно поэтому дорогие мои в жизни чего только не бывает вот такой расклад я вам сделала кому нужно заказывайте расклад называется маска все тайны сокрытое сакральное все мы увидим еще раз говорю подписывайтесь на мой канал буду признательна нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить ничего интересного мои контакты все увидите под видео всего доброго до связи удачи вам